Да как так? Как меня в этой игре чпокают просто без шансов? Да не сы, таракуха. Будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счётов плюс 100% кредитов придёт. Пошла нагибатория. Но это, друзья, уже совершенно другая история. Не зря их античип называется мраком. Ловко подмечена, Капитан Очевидность. Приветствую вас, леди джентльмены и другие подруги. С вами Рокутагин и Капитан Очевидность. Появилась у нас новость, необычная, прямо скажем, обескураживающая. Дабы не втирать никакую отсебятину, для начала прочитаем. Что же мне написал один из представителей администрации Warface. Всем привет, это он нам, блогерам. Я по такому вопросу к вам. Знаю, что часть из вас играет во всякие GTA, RP и подобное. А в том числе играют и ваши подписчики. В сборках под GTA, RP очень часто, в скобочках, почти всегда, лежат инжекторы. Инжектор это по сути чит. И любым античитом распознаётся как чит. К чему я это? За последнее время стало достаточно много ходоков с подобной проблемой. Проверять каждого руками дело муторное. Да и по-хорошему, необязательное, так как чит-то у них по факту есть. Потому если у вас есть подписчики, которые увлекаются подобными сборками, то предупредите их, чтобы как минимум закрывали клиент этой сборки. А как максимум, комп после этого перезагружали. В дальнейшем не планируем рассматривать подобные заявки. Ну вот, а говорили, санкции не работают. Капитан, очевидность, какие в жопу санкции? При чём тут, сука, санкции? Нет, друзья, конечно, ни с какими санкциями это не связано. Это связано с тем, что все эти GTA, RP, всякие там, GTA 5, GTA... GTA 6 ещё не вышло, но выйдет рано или поздно, я уверен. Кстати, наверное, быстрее, чем Stalker 2. Вот это был максимально качественный троллинг. Ну так вот, на чём это я? Дело в том, что действительно, это же всё, по сути, взломанные игры. Вот, их просто взломали, перепаковали, как бы, ну, по сути, это репаки какие-то, игр, да. То есть, вылеченные, как это говорят, таблетка присутствует или всё уже вшито. И вот, на основе таких сборок, собственно говоря, все эти RP и серпаки-то и функционируют. Вы скачиваете этот клиент, по сути, взломанную игру. В ней находится кряк. То есть, кряк что такое? Это программа, которая взломала, собственно говоря, эту игру и позволяет в неё играть. А, собственно говоря, те же читы, они, по сути, абсолютно так же базируются на кряках. То есть, чит это кряк, это взлом программы. Поэтому, античит, естественно, воспринимает читерскую программу, все эти аимботы и так далее. И программу для взлома игры, содержащейся в какой-нибудь GTA RP, там, не знаю, просто игры с качаной сторонта, как одно и то же. Я подозреваю, что такая ситуация не только в Warface. Я не исключаю, что в других играх, если у вас стоит лицензионная игра, там, не знаю, какой-нибудь Tarkov, Fortnite, Apex Legends, ещё что-нибудь, и при этом у вас там накачано много каких-то пиратских игр, то я не исключаю, что там тоже могут возникнуть подобные проблемы. Поэтому, если вдруг вы из тех, кого забанили ни за что, хотя, честно говоря, существование таких, оно как бы, нет, оно не подсомнение. Такие люди были в истории Warface, в том числе, но на проверку оказывается, что 8-9 из таких, как бы, да нет, какой 8-9, 99 из 100 или 999 из 1000, ну, в таких вот пропорциях. То есть, процент минимален, те, кто реально ничего не делал. Кто-то, может, год назад почетырил, там, буквально в паре каточек, кто-то, как бы, ну, немножко нейросетевик, а кого-то один знакомый, такой, хороший знакомый, может быть, не бесплатно, забустил до первой лиги, или, там, сейчас до грандмастера. И вот через сколько-то времени прилетело, ах, по самые гланды. Но если вы, действительно, не читырили никогда в играх, то, вот, возможно, это ваш вариант. Вы скачали пиратку, и особенно, как пишет представитель администрации, если вы любите РП, ГТА всякие там, криминальные Казахстаны и всё что угодно, то, возможно, вы попали по самые гланды именно из-за этого, потому что, по сути, это тоже взломанная программа. И при ней есть то, что, в общем-то, мейл античитом воспринимается, как самый настоящий чит. И чисто формально, докопаться до администрации невозможно, они прям могут даже показать, в случае чего. Вот, у человека чит. И, действительно, всё явно, понятно, это чит, это программа взлома, и она находится в активных процессах. А ещё и не исключено, что некоторые из таких программ, вроде как, не имеющие отношения к Варфейсу, по каким-то причинам, хотя бы немного могут в клиента вмешиваться. Хотя, я не специалист, и если что, пояснительная бригада будет не лишней. Вот это ты, конечно, нас посадил на очко. Теперь надо решать, что удалять. То ли ГТА, то ли Варфейс. Вот это, Кэпчик, ты отлично сказал. Реально, вопрос, а не простой. Да ладно, простой, чё тут непонятного, блин. Тут какие-то непонятные сторонние сборки, а тут, ха, игра богов, как бы, и лицензионная, никаких вопросов. Кстати, если вдруг между Варфейсом и ГТА вы выберете не Варфейс, то, друзья, я-то знаю, мы все прекрасно знаем, потом ностальгия взыграет, рпшки надоедят. Вы захотите вернуться. Вдруг вы захотите вернуться, по ссылке в описании вы можете найти обалденный комплект для начала. Вполне так неплохо. Ладно, если серьезно, как написал нам, собственно говоря, представитель администрации, друзья, перед тем, как играть в Варфейс, после того, как вы поиграли в рп, самым лучшим решением будет перезагрузить компьютер. Просто вы поиграли в рпшку, я думаю, там, чё это, минута, полторы, две, у кого как, я не знаю. Перезагрузите компьютер. И только после этого запускайте Варфейс. При таких раскладах действительно проблем, ну, я как понимаю, в общем-то не будет. Если, конечно же, вы используете более-менее какой-то, наверное, проверенный сервак рп, то есть там всё нормально, всё чисто, ни какой-нибудь лохотрон. Потому что, учтите, если вообще сервак непонятный, кто, что, почему, как бы, и о нём отзывов мало, я в этом не шарю, но я полагаю, что это примерно как с торрентами. Качаешь с какого-то непонятного торрент-трекера левого, там тебе вшит и майнер, и всё, что... Кстати, насчёт майнеров. Не торрент как-то раз на этом попался, лицензионная программа вроде как, да. В общем, ребят, не так всё просто. Если пользуетесь каким-то подобным программным обеспечением, играйте там, наверное, где играют большое количество людей, большинство, то, где какие-то хорошие отзывы и так далее. А по идее, конечно, надо бы заморочиться и даже после перезагрузки компьютера вызвать диспетчер задач и посмотреть, какие процессоры у вас на компе запущены. Потому что я не исключаю, что тот клиент, этот взломанный, сборка РП этого ГТА, она может каким-то образом какие-то из своих, скажем так, файлов, она может запускать через автозагрузку, вот, чтобы облегчить потом свою работу и так далее. Ну или опять же может как-то использовать компьютер, скажем так, не в ваших интересах. Такое не исключено. Вообще, как человек современный, вы должны прекрасно понимать, что использование нелицензионного программного обеспечения, это всегда на ваш страх и риск. Качать любые сторонние сборки, не важно, что это, репак какого-нибудь ГТА, РП или там мод сталкер, особенно с ресурса, про который вы ничего толком не знаете, он не какой-то народный, какой-то левый, непонятный. Взлом лицензионных программ. Ну вы знаете, есть пробный период у программы и есть такие хитрецы, которые вот они изготавливают специальные проги, хаки, которые позволяют эту программу активировать. Так вот помните, этот самый активатор неизвестно, что в себе еще несет. Программу-то он взломает, этот активатор. Вот только неизвестно, что он еще взломает на вашем компьютере и как его будет использовать. Причем это может быть настолько тонко и аккуратно, что вы даже ничего и не заметите. В общем, друзья, запоминаем, если играете в РПшки, то перед тем, как запускать Warface, перезагружаем компьютер. Второе. На компьютере очень бы неплохо иметь антивирус, хотя бы Windows Defender. И кстати, сколько бы его там некоторые не хаяли, на самом деле по тестам это один из лучших антивирусов на сегодняшний день. Третье. Этим антивирусам неплохо бы компьютер время от времени полностью сканировать. И четвертое. Если нет никакой жесткой необходимости играть в непонятные сборки левые, непонятных часто игр, а уж тем более качать и использовать неизвестные, с неизвестной репутацией эти сборки или игры, с непонятных торрент-трекеров, непонятных проектов малоизвестных, то лучше всего, друзья, просто этим не заниматься. Продолжение следует...